так вот тут важнейший момент так кто мне пишет татьяна соловьева семена к вот это очень важно почему худо-бедно плохо берутся кусочки семечки ну берут вот она пишет косточки моего самара не проклюнулись правильно ранами еще у них как есть сейчас воду в тепло все равно не проклюнутся в тепле то есть в воде могут даже сгнить у них есть все равно два месяца худо-бедно но даже в холоде отлежать это у них это у них как сказать уже генетическая пережили всякой том числе и ледовитые эти самые периоды земли так вот земногруши были песке она пишет вроде бы припухлая но не проклюнулись делала чем они были песке у нее уже песок стал сухой это то есть когда она вскрыла а груши они всосали в себя влагу набухли сама пишет припухшая а песок стал сухой а дальше срочно перри паковать получила и дальше процесс пойдет дальше почему потому что песок сжирает если я сделаю более мокрый я за этим тщательно слежу песок они просто сгниют или еще и проклюнутся но почему-то зимой а увидели за окном снег лежит мало снега но это у нас яма такая бесснежная опять так температура 2-3 градуса значит все правильно так и надо теперь слушай ваши вебинары спасибо а теперь она приводит пример она стала явно моим ученицей видишь как что получается это вы прощете отдельно вы поймете что даже тополь который никогда не давал семена из родов ли я так что он дал урожай вот на этом урожай смысле семена и вот на этом принципе изувечим получим плоды основано все дикое страшное садоводство где-то на юге проходила этот номер на севере никогда дальше по еще поговорим про это вот это видите я выделил изуродовали обрезал как жуткие высокие колотушки и это как можно было тополя угромить их вообще невозможно как надо было ненавидеть деревне полностью погибли вот вам и как называть это обрезка скрепно вот теперь важнейший вопрос вы мне нужно настроиться пойду чая долю я просто раз даже боялся даже пропускал потому что это он важнейший вопрос он должен касаться всех и каждого каждый из нас может посадить где-то веточку то есть вот в лесу в тайге на улице города в деревне вот как мы дожили до этого что у нас даже дикоросы не растут я сейчас и мы поговорим об этом нашелся человек который решил делать то же самое но если вспоминать даже северную страну у нас с этим делом туго почему-то немножко растут дикие абрикосы за байкале немножко не растут сих от сих а то лининская горах и тайге прилегающие больше сибирки бики растут по всей сибири вокруг заброшенных садов могут здесь разнести некоторое количество практически несъедобных яблонь и груш вот грустно это я про сибирь европы хуже знаю а чё там может быть кроме диких яблонь и диких груш я имею виду старожилов но даже этого надо бы размножить то еще бы лучше посадить более культурное так читаем отвечая на вот это письмо если я хочу часть посадившего материала посадить лес в округе или подарить друзьям знакомым а не прививать то есть даже поняли да речь идет о сенсор то лучше сражать старик серверной косточки или семечки сразу на постоянное место и вот или лучше вырастить в горшках годик посадить лет врагодовалый соответствующая посадка на возручность обрецкой то есть дальше идет моя технология возручность обрецкая обработка все правильно так вот варианты 2 никаких косочек семечек тайге в лесу нельзя посадить потому что это напрасный труд выход годного ниже покажу ахнет пока просто говорю да нет и все да или нет нет вот не выдержат они конкуренции с местами не подружиться никогда когда-то я очень уважаю мегре я называю великий гражданин россии благодаря ему из городов практически это дети места подались тысячи тысячи те кто называются насосеются но как-то кто-то как-то где-то внушил эту мысль даже помидоры с огурцами не надо посадил и вырастут и это самое содружество назвали это растение а я уже тогда писал какое содружество угробят то есть задавят не вырастет ничего вот и сейчас придержит тоже мнение то есть до горшках до вырастет но это еще не все посадить тоже надо как-то с умом пройдем дальше вот чуть ниже если посадить косточку сразу но не для прививки надо ли следующие пару лет проводить обрезку до формирования кроны значит если вашу в саду то во первых уже если даже она на постоянном месте дальше помните я рассказывал может еще расскажу ну нет она насчет ответа лучше бы не подходить но что творит дегура этот сам араганный ветер вот с таких местах морозных вроде моего там маркета вся сибирь урал северный урал вот дальше северная россия не становится у деревьев даже если не привиты привиты уже коллег а если даже не привиты древесина становится из-за мороза очень хрупкая она изнутри начинает повреждаться она очень полезно и нужно это поверхностный слой защищен хорошо это как танк снаружи броня все есть а внутри то это самое довольно некомфортно тем кто там находится вот и вот именно сердцевина начинает гибнуть высыхать а потом еще гнить потом еще не дай бог туда залазит грибы и мы им помогаем у нас умников хватает я вам потом ниже покажу вот что творят это то что самая тимиразерка вот и ураганы ветра их ломает привиты однозначно пол кроны снесли пересаживать или сразу на месте привили растет прекрасно пол кроны снесли пусть расплацается понад землю я вам показывал фотографии у меня даже многие деревья они когда крона должна сломаться от урожая а я даже вам показывал фильмах прямо подскажу а там на ветке два-три если собрать два-три ведра это же очень тяжело там плодов даже абрикос и ломает а те которые низко я показывал вспоминайте 300 фильмов я че зря стиль это 300 тысяч потратил на это дело вот вот кстати могли бы на эту на бутылку каникул скинуться за это за учебу и вот значит низ нижние ветки они подражаем блажаться я показывал вспоминайте не раз десятки раз они ложатся прямо на почву на почву они черная не принято не перекопано где все гниет а прямо на дерн ложатся его сломаться не могут зимой прикроет не все кто не кто не боится там те же слива которых мы говорили там те же хоть и самые вишни яблони их прикроет снег и ничего не будет единственное что боятся только мышей но это уже много чего придумано вот тут беспощадная борьба и вот получается так что на второй вопрос я почти ответил обрезку для формирования кроны можно проводить и потому что я когда на острове работал в своем саду я в отчаянии три года резал то есть она распластвуется но ветки длинные а я их укорачивал и тогда скелет становился как-то как будто воздухом надували то есть он стал такой саженцы пусть теряли в объеме но они становились такими как боровичками крепкими вот как белый гриб отличается от поганки но с другой стороны каждая рана это рана зря что я перед этим показал вот эти самые вот это тоже не зря я специально это фотографии вот к этому вот теме однозначного ответа нет если так на сайте обрезать публикации обрезать или не обрезать вы пишите о трех годах обрезки я фактически уже ответил вот а для плодовых посаженных к лесу тоже стоит применять формирование кроны в лесу не бывает если вы действительно будете волонтером если вы будете в лесу садить а что садить мы сейчас поговорим то достаточно поглядеть на саженец его конечно чтобы лучше призвался его конечно надо бы обрезать а тут вдруг прямо другая он не должен отличаться его не должен никто заметить никто не выкопать не перенести к себе посадили посадочное место замаскировали так что никто не видел что это посадочное место так но обрезали может как-то тоже замаскировать на первое время потом несколько лет пройдет до первого плодоношения когда заплодоносит его уже пересаживать будет поздно вот теперь а кстати сейчас договорим потом целом принципиально пересадка саженца привитых осень или весной ночи если вы любая пересадка саженца если в горшках то разницы практически нет осенья это тоже большой отдельный вопрос осенняя посадка с листьями конец августа сентябрь для большинства районов дачных россии так подчеркиваю конец августа и весь сентябрь хорошо приживается если половину кроны отрезать сохранить листья я уже проклинал это ошмигивание не раз вот один способ хорошо приживается до зимы просто здорово вторая осень это без листьев еще сильнее обрезка вот ничего страшного тоже приживаются в первом случае когда ранее в осень они успевают дать дополнительные корни пусть корни у которого посели короткие они конечно не напьются антифриза но что такое саженец да еще обрезаны полметра 8 сантиметров снегом накроет ничего не будет значит с комом земли или с этим я пересаживаю уже зимой фактически вот еще уже снег уже мороз но еще земля не успел замерзнуть вырубил ямку пересадил ничего ему не делается никогда ничего бы ему замерзнуть понимаем моростойкость у корней все чем я занимаюсь два раза больше чем любого теоретический теоретического этого источника что получается надо чтобы он продолжал развиваться почему я сказал с листьями когда с листьями у него же почка даже почему нужно сохранить полы ниже по части кроны почка должна дозреть для этого нужен лист он может раньше упасть все таки искалечили пересадкой но вот это минус а как он будет чувствовать себя потом когда у вас уже не полноценно лист должен был еще месяц держаться а он у вас может через две недели упал потому что все таки это тогда что получается сильная обрезка все таки да чтобы осталось все корни полноценно выкармливали листья они держались до того когда все падают и они упадут это пожелание там как получится или месяцем позже лист уже упал ничего страшного я уже говорил конечно уже так корни не разовьются но он то то чего помните призывы надо листья отрубать потому что воду выпьют а тут они упали и воду не выпьют а сильная обрезка это значит что осталось все корни прекрасно снабдят еще раз говорю когда-то на этом акцент делал зимой деревья не спят я уже не говорю о ранней осени поздней осени в начале зимы и просыпаются они если здорово их не побелить они не белые они принимают первые лучи солнца рано еще снег лежит они уже не спят поняли да вот если здорово их не берите как побелка же солнце лучи отбивает подчеркиваешь дуру вот видите сколько наговорил получается да лучше вообще не пересаживать а пересаживать два варианта вопрос сколько в количестве отрезанного вот не ошмыкивать с листьями с листьями без листьев без листьев или весной весной есть проблема осенью которые были посажены с первым лучами солнца они начинают развиваться и они до осени успевают вызреть а посажены весной вспоминаем а ранее весна а на украине уже в это самое марте можно пересаживать а на юге россии в начале апреля а в сибири в конце апреля подошел постучал лопаты звенит ждать надо дождались марта то есть ямку то не выкопать беда еще в том что когда большой снег он очень долго тает уже весна журчат руси но пока растает задержка и лета не хватает взяли саженец а его еще прожиться надо я вроде бы склоняюсь к осенней посадке надо хорошо у меня все под рукой ведь весенний уже такой весенний я беру землю это учеба она таяла на сколько на 2-3 пальца я на скребу я наберу в тележку где у меня это там допустим картофельное поле я на скребу тележку привез и на замерзшую землю подчеркиваю высыплю одну вторую я не ленивый третью тележку я кстати ленивый но это уже просто некогда отдыхать вот третью тележку получился холм а он то уже не замерзший я же говорю земля замерзшая но оттаяла на три пальца никто не садит а я в этой оттаялся земле в холме выкопаю ямку и посажу раньше всех и вот он-то и до умеет максимальные шансы до осени и проснуться войну войти в зиму уснувшим по-настоящему если сейчас дура не поливать много чего еще раз все не расскажешь вещи главному только подступаюсь насколько могли бы хотя бы потом вопросу товарищ хотя бы по одному но это действительно это один из умнейших если человек хочет стать волонтером пусть я ему пол этого уделю полвебинара насколько актуальна прививка свежесрезанных ветчих пустой без заготовки на прививку осенью или метод плохо себя зарекомендовал если вы живете а остатись сейчас в россии вот сейчас сказали снегу сегодня 24 февраля вернулась зима в европейскую у нас вот теперь у нас первая лужа по юге сибири а в европе зима вернулась а если там что-то уже успела проснуться сейчас она замерзнет да да крема сказали протянулась это язык арктический севера вот я должен заготавливать потому что иначе я оброс голоду и много будет еще других неприятностей другого источника нет кто-то мне скажет что это 14 тысяч пенсия на прокорме а я как-то не пробовал я пробовал голодать по 23 дня но это же разово а не всю жизнь и вот значит метод он хорошо сейчас рекомендовал с одной стороны это те кто не успел заготовить не осенью а в начале зимы после первых морозов но тут надо сохранить уметь они могут высохнуть они могут сгнить или как ко мне это тоже такой же волонтер как вы мне прислала посылку прямо из франции из парижа все было сухое торцы даже не замазано так бывает обидно до сих пор если случай из парижа единственный случай вот там были эти абрикосы весом до 200 грамм но к сожалению все было мертво то есть заготовка весной это может быть подмерзший материал может быть подмерзшие почки может подмерзшие древесины я бы рисковать не стал ну или как сейчас я вам показал вот это вот фотография где-то тут недалеко да вот еще раз говорю с долей риска вот она да это сувенир востока супер дерево вот вот они почки вы если приглядеться у меня и другие фотографии там четче видно только я из-за этого из-за снега фон не тот вот получился но вы так видите что я сяпочку больше одной значит это проклимливать боковой это цветочная то и даже цветочные почки не замерзли то есть я сейчас после этого эксперимента могу пойти в сад и резать и резать и резать на прививку или на продажу вот и это сам никто меня камнем не кинет но кто знает я когда это готовил головы все прокручивал и так мой друг чижик из 15 деревьев 13 мертвых два живых откуда бы у меня вот это взялось он провел первый отбор я надеюсь на том свете ему так сказать царство небесное обеспечено такие люди должны жить вечно вот это одна крайность у него была другая крайность когда у нас долго за 40 морозов были вот я добавил свои морозоке под войну подняли дальше и так далее вот я как мог ответил на последний вопрос можно весной если не успели вот или не хотите покупать в железу например еще почему-то вот или вы купите там где оказывается с роду не хова ни одного дерева помните я рассказывал ответ-то официально написано не просто так мы не имеем у нас нет фотографии с плодами потому что мы режем на черенки у нас нет ни одного плода из этого а теперь самое важное место ну то Продолжение следует...